Сегодня мы поговорим о Великом Посте, который, Великий Пост, в преддверии Пасхи начался у православных христиан в России, и не только в России. И у нас, я считаю, что это событие крайне важное, потому что, если говорить о традициях, то оно, как и многие другие религиозные традиции, оказало очень серьёзное влияние на формирование всей нашей историко-культурной общности и многих вещей, о которых даже в быту, мы иногда и не замечаем, но они так или иначе берут свои корни из религиозных традиций. Тем более, что сейчас про пост модно говорить всем, не только верующим, но и неверующим, кто только об этом не говорит, но, тем не менее, я считаю, что важно поговорить об этом, в первую очередь, с религиозной точки зрения. Сегодня у нас в гостях священник Стахий Калатвин, настоятель храма Воздвижной Креста Господня в Митине. Здравствуйте, Этистахий. Здравствуйте, Сергей. Да, ну, вот давайте вот с чего начнём. Во-первых, с того, зачем вообще нужен пост? Да, вот пост, пост, так сказать, да, вот православные постоянно говорят о посте. Пост по этому поводу, пост по-другому. Но вот я, насколько я слышал, скажем, во многих других, в том числе христианских церквях, поста практически нет, от него отказались или сократили его до каких-то совершенно символических значений. Вот давайте начнём с этого. Пост – это зачем? Ну, в принципе, даже если мы говорим о других христианских деноминациях, которые почти сократили пост, они сократили его пищевую часть. В принципе, мы должны помнить, что пост – это не только питание, однако пища, как важная часть человеческой жизни, которую сам Господь и важность подчеркнул тем, что единственную молитву, которую он нам дал вообразие – «Отче наш». Единственная евангельская молитва, которую Господь вот сам привёл и которую мы до сих пор используем, в ней говорится о хлебе насущном, о котором мы просим каждый день. И пища, она собирает людей вокруг семейного очага, а пища она собирает, если люди её преломляют друг с другом, уже говорит о том, что они друг к другу относятся дружески, и даже если у них есть какие-то разногласия, они готовы их преодолевать. Поэтому тоже, с одной стороны, мы должны не забывать о том, что пища действительно в посте играет значительную роль, и в то же время мы должны помнить, что ею дело не ограничивается. Если говорить, зачем нам в принципе пост его пищевая часть, то прежде всего для того, чтобы показать самому себе нашей человеческой природе, кто в нашей двусоставной человеческой природе, состоявшей из телесной, слабой, временной и смертной природы, и из природы духовной, совершенной и бессмертной, кто главнее, кто, можно сказать, в доме хозяин. Потому что чаще всего наша душа бессмертная занимается обслуживанием интересов тела. Причём не обязательно каких-то приземлённых, возможно, даже вполне возвышенных. То есть культура, искусство, какое-то радостное общение, тоже всё равно мы используем свою душу для того, чтобы телу радость доставить. Здесь же пирамидка, которая, получается, большую часть нашей жизни перевёрнутая, стоит на остром конце, она становится на твёрдое основание. Душа говорит телу. Тело, ты служишь мне, ты служанка души, ты действительно храм души, но как вот Бог важнее, чем стены храма, в котором богослужение совершается, так точно так же и душа, она важнее, чем тело. Поэтому мы, это лишь одна из причин некоторого поста. Прежде всего, цель поста, это, как и всё в жизни христианина, это соединиться со Христом. Просто на разных этапах пути ко Христу используются разные средства. В принципе, если мы посмотрим на какие-то конкурсы, детские зорницы, или даже телевизионные бывают шоу, где различные препятствия преодолеваются, и какие-то водные пути, и какие-то там леса, поля, или там на разных типах покрытий, то вот точно так же и у нас, получается, в нашем пути ко Христу мы тоже используем различные методы. Нельзя сказать, что когда человек не постится, он к Богу не приближается. Наоборот, у нас есть каноны, которые там строго запрещают пост на Пасху, и наоборот, даже подвергают отлучению тех, кто там дерзает в пасхальные радостные дни поститься. Потому что в этот момент наш путь приближения ко Христу, наоборот, пост отринуть и всецело радоваться, веселиться. Однако во время поста, вот наша цель приближения ко Христу, просто использует немножко другие средства. Средства, вот как я уже сказал, ставить душу во главу тела, и для этого используются, в свою очередь, технические средства второго порядка. То есть используется немножко ослабление нашего тела. Сейчас очень модно говорить о том, что вот как пост он полезен, как он подготавливает к летнему сезону, как некоторая диета. Это, увы, значение поста как раз не польза телесная, что там от чего-то избавиться и от каких-то там лишних килограммов. Хотя, если это получается, то почему бы и нет? Прежде всего, значение поста как раз показать телу, что да, ты тело немножко слабеешь. Тебе проще взять и наполниться белковой пищей через мясное, через молочное. Но, тем не менее, сейчас твои интересы уходят на вторую сторону. Однако то, что мы ограничим свой пищевой рацион, прежде всего приводит к тому, что наше тело слабеет, и нам проще справляться со страстями. То есть уже человек, по идее, должен становиться более спокойным. Но тут другая проблема, что человек может, наоборот, начинать усердно поститься в пище, из-за этого ходить голодным. Или даже, может, конечно, желудок заполнить какой-то пищей, но, тем не менее, раздраженный, что вкус пищи у него как-то ущемлен. И поэтому, наоборот, становится более нервным. Поэтому, если вот очень часто, увы, людей от поста отвращают дурной пример других постящихся окружающих, если вы видите человека, который идет, и он вроде, вы знаете, что он постится, и он, может, даже как-то это особо афиширует, но при этом он как начал поститься, и в нем радости нет, то надо понимать, что постится он неправильно. И, опять же, это можно, конечно, оценивать не только окружающих, но и себя самого, прежде всего. Причем это однозначно так, потому что нам об этом сам Христос в Евангелии говорит. Да, что он говорит? Когда ты постишься, то ты должен, наоборот, умаслить лице свое, то есть вот даже так специально принарядиться, специально украсться, специально радоваться, потому что пост – это не уныние, что вот все потеряно, что вот все плохо, и я еще и остался без любимого какого-то своего мясного блюда. Нет, а что, ура, я наконец-то смог взять и немножко свои интересы телесные подвинуть, интересы души поставить в первую очередь, и это мне дает возможность ударными темпами приближаться ко Христу из той греховной ямы, в которой я, в принципе, оказался. Потому что почему Господь говорит, что пост он должен быть? Когда он шел и проповедовал, то ему предъявляли Христу претензии, хоресии в том, что ученики его, апостолы, не постятся, нарушают ветхозаветные религиозные посты. Господь говорит, отнимется жених, имеется в виду небесный жених, церкви, Христос, тогда они будут поститься. И то есть человек, который вступает в пост, он, по сути, декларирует. Да, я стремлюсь ко Христу, я хочу с Ним быть в личности, соединиться в этом брачном пире Небесного Царствия, однако я правильно ставлю себе диагноз, что мои грехи, мои несовершенства отделяют от меня, от Христа, и я не могу устраивать пир во время чумы и делать вид, что все хорошо, и вот как тоже в отдельных христианских динаминациях распевают песенки, там, я так рад, что спал с меня Иисус. Нет, увы, мы должны, конечно, говорить, да, Христос меня спас, Христос за меня умер на кресте, Христос меня воскресил, а я, несмотря на все это, все равно от Него своими грехами отделялся. Поэтому, Господи, я вот упал, как в некоторую расщельную духовную, сломал себе там ноги, руки, и вот я лежу, и действительно слаб, но я все равно делаю усилия, чтобы к Тебе прийти, а Ты, Господи, протяни руку свою навстречу. Недаром, что вот если мы посмотрим даже на пост, не только на любой, то вот среди всех постов многодневных, Великий пост ему особое значение имеет пост покаянный, то есть период покаяния. Недаром, что вот в русской богослужебной традиции, которая, впрочем, отличается от богослужебной традиции других поместных церквей в этом плане, читается на первой седмице Великий покаянный канон Андрея Критского. В принципе, постово он должен читаться только в середине поста, потому что мы с самого начала, человек идет и после работы не идет на заслуженный краткий отдых в кругу семьи или в кругу друзей, а наоборот, заглядывает в храм рядом с офисом или добирается до своего спального района и в него идет, чтобы тоже чуть-чуть посвятить внимание своей душе как раз покаянным словам, которые Андрей Критский нам обращает и предлагает с помощью них тоже напомнить себе, что не все так радужно. При этом, опять же, пост дает нам возможность, поскольку это не только пища, и вот уже мы тоже говорим как раз не о пищевых вещах, а о возможности, опираясь на некоторое ослабление тела и воспрянувшую душу, сосредоточенную на духовных вопросах, мы берем и через покаяние можем приблизиться ко Христу, к его божественному откровению, которое нам дано в Священном Писании. В принципе, читать Священное Писание – это долг христианина, независимо от того, постится он или нет. Тем не менее, весь ход богослужения Великопостного у нас к этому располагает. Если мы посмотрим на все остальные посты, на Рождественский пост, на Петровский, на постные дни, на Успенский пост, то если мы придем в храм в любой день этого поста, то служба у нас ничем не будет отличаться от службы непостного времени. С Великим постом не так. Если мы приходим в Великий пост на службу, причем это надо иметь в виду, что не в субботу и воскресенье, потому что это дни, день покоя Бога после сотворения мира, и уж тем более воскресный день, Малая Пасха, они не совсем Великопостные. Да, в них сохраняются некоторые пищевые ограничения, но служба в них идет как прежде. А вот эти дни с понедельника по пятницу, собственно, Великопостный ВИП, в котором и высчитывается число 40 дней, потому что тоже люди могут удивиться, посмотреть, так, Великий пост 40 дней. Открываешь календарь, а он идет там 50. И откуда же это берется? Ну, просто вот субботные, воскресные дни и Страстная Седмица, они считаются отдельно. Так вот, вот дни Великого поста, собственно, будни, если мы придем на богослужение, то это богослужение, уже многочисленные стихиры, которые наполняют службу обычного дня, воспевают радостно Христа, его святых, Пресвятую Владычу Богородицу, они в основном заменяются на чтение. Чтение, прежде всего, из псалтирия царя Давида Ветхозаветного, и точно так же особое внимание уделяется Ветхозаветным чтениям, потому что вне постовое время обязательно будет звучать на каждой службе Евангелие. Так мы приходим из понедельника по пятницу, Евангелие не звучит. Вместо него отрывки из книг Ветхого Завета и о сотворении мира, и книг пророческих, потому что таким образом передается некоторое ожидание Ветхозаветное, что вот еще Христос, мы его не достигли, мы к нему идем вместе со всеми Ветхозаветными отцами. Да, у нас, конечно, Христос, он с нами, и мы об этом не должны забывать, и поэтому нам каждое воскресенье Великого Поста, маленькая радость, маленькое напоминание, Пасха тоже воскресный день, каждый воскресный день Великого Поста тоже имеет особое посвящение, тоже можно сказать, как некоторый такой перерыв, что человек должен преодолеть вплавь какой-то стремительный пролив и выйти на твердый берег дальний, и вот у него как маленькие островки, где он может перевести дух, вот эти воскресные дни. Но тоже будет очень правильно, если человек хочет как-то к посту прикоснуться, причем не только в пищевых вещах, что все-таки за время Поста выбираться в храм не только в воскресный день, потому что иначе ты, по сути, в это течение Поста не погружаешься, а так прыгаешь со островка на островок. Поэтому всем нашим дорогим радиослушателям я советую, загляните, выберитесь как-то после работы или до работы, просто в обычный будний день на службу, хоть на 15-20 минут. Вы сразу заметите разницу, почувствуете, что она идет совсем по-другому. Прежде всего надо понимать, что мы должны искать духовные радости, а духовная радость, она может быть в том числе на фоне каких-то искорбей, и на фоне плохого физического самочувствия, и на фоне каких-то козни окружающих недоброжелателей. И то есть иногда человек просто может упустить вот эту духовную радость, не заметить, она будет в его сердце, но человек сосредоточится только вот самолюбиво на каких-то внешних проблемах, которые, правда, внешние, которые не касаются его души, и упустят, и упустят то, что уже у него есть. Действительно есть некоторая методика, и, собственно, весь Великий пост, он является такой методикой раскрытия, можно сказать, прорастания радости, как вот наши предки сажали, сели, и только урожай осенью собирали, точно так же и мы в начале Великого поста берем, и можно сказать, лопату в руки, и вместо того, чтобы взять какой-то плод и себе на стол положить, мы, наоборот, погружаемся в какой-то там чернозем, а иногда даже и навозную кучу используем для того, чтобы будущий урожай у нас был богатый. Вот точно так же люди, бывает, ходят каждый год на Пасху, а больше в храм особо не заходят. Ну, иногда там святой водички, может, еще зашли, набрали и все убежали. И они приходят на Пасху, ну да, здорово, но повеселились, ну там колокола позвонили, ну вот праздничный крестный ход, а как-то радости нет, как это можно понять, что радости у людей нет? Потому что если бы они радость чувствовали, как бы они и целый год бы ждали без этой радости? Конечно, будешь приходить вновь и вновь. Поэтому если тоже с кем-то из наших радиослушателей была такая ситуация, что правда приходишь каждый год на Пасху, а потом в храм не тянет, то, наверное, пасхальной радости у вас не получилось полностью подчеркнуть. Это не потому, что ее Господь не дает. Вот как, Сергей Верн, вы заметили, что Господь дает настоящий дар этой радости. Но просто если тебе дают какой-то бессмертный напиток, идеальное питье, а у тебя вместо емкости корзинка, сквозь которую все протекает, то ты этого ничего не можешь удержать. Можно сказать, Великий пост, это мы делаем, делаем вот это достойное вместилище для той радости, которую Господь нам всему готов, радости Его Божественного Воскресения. Поэтому человек берет и вначале, прежде чем, например, врач приступает к операции, обязательно он дезинфицирует все инструменты, дезинфицирует место разреза, потому что, чтобы никакая микроорганизм, никакая бактерия не поразила здоровье человека еще большим недугом, чем ту пользу, которую он получит от какого-то хирургического, пусть и болезненного вмешательства. Точно так же и мы немножко себя делаем более грустными, объективно это так, когда вспоминаем о наших грехах, о нашем несовершенстве, о нашей отдаленности от Господа. Но то, что мы начинаем во время поста вспоминать о своих грехах, и наоборот, можно сказать, это нас к унынию может подтолкнуть, нет, вывод неправильный. Как человек, когда приходит в 21 веке, ложится на МРТ, и ему раз сразу есть диагноз, у тебя такая-то проблема, тебе надо ее лечить, человек неразумный, он, конечно, будет в горести, а человек разумный, он скажет, слава тебе, Господи, я живу в 21 веке, у меня есть МРТ, и я могу себе диагноз поставить, вот сейчас, прямо на раннем сроке, я возьму, вылечусь и буду жить. А вот там даже поколение моих родителей, они, возможно, не могли бы такое обследование получить, и поэтому они бы только на позднем сроке узнали об этой болезни, и тоже бы их к ранней смерти это привело. Точно так же и с нашей духовной жизнью, что мы понимаем, нету вот этой пока что радости, и начинаем в течение поста разбираться. Разбираться смотрим, да, вот кажется, есть какие-то недостатки, я с ними не расстаюсь, или я, в принципе, с ними расстаюсь, но на их место два раза больше новых использую. И поэтому, когда человек идет потихонечку в течение Великого Поста, от воскресенья к воскресенью, через вот эти богослужения будни, через просто дополнительное молитвенное правило, опять же, даже через то, что вот недаром молитва Ефрема Сирина, как такая молитвенная практика, используется тоже, поэтому тоже нашим радиослушателям, кто, вот, наверное, как и я, я тоже в храме-то могу очень долго молиться, а вот в домашних условиях мне долго молиться тяжело. Но вот замечательная короткая молитва Ефрема Сирина, посмотрите ее, ее легко в интернете найти, три земных поклона, двенадцать поясных, еще один земной, так вот вроде положил, вроде потратил буквально там две минуты от силы, а все равно какая польза духовная, какое оружие это духовное, которое наши души очищают, и дьявол бежит и трепещит. Вот и тоже человек проходит через некоторый такой молитвенный труд, проходит через некоторый аскетический труд, пусть даже это касается того, что вот остался без любимого пирожного или без любимого стейка, который привык там, без любимого бургера, который с друзьями под конец недели принимаешь. Но вот ты чем-то пожертвовал и освободил то место, и тогда ты приходишь на Пасху, как на некоторую такую вершину, вершину вот этой радости, и ты получаешь такую радость, с которой уже неохота расставаться, и снова, и снова охота прийти. А охота прийти уже там снова и через неделю, и через месяц, и ты не ждешь следующей Пасхи как повода, чтобы в храм заглянуть. Тут, конечно, может кто-то, наоборот, услышит и испугается, ой, человек сам себя загибнотизировал, через пост и лишил себя свободы, и вот батюшка объяснил, почему люди не могут вырваться, а вместо того, чтобы выспаться в воскресный день, снова и снова в храм возвращаются. Нет, наоборот, не нужно этого бояться. Гопот дает абсолютную свободу. То есть человек чувствует, понимает, вот, да, у меня в душе столько-то грехов, делает меня этим счастливым, несмотря на то, что у меня есть такая-то зарплата, такие-то связи, такие-то развлечения и так далее. Могу я сказать, что я на сто процентов счастлив? Увы, не могу. Готов я со своей свободной волей сделать выбор для того, чтобы быть счастливым? Причем не тоже где-то в Царстве Небесном, а здесь и сейчас. Конечно, готов. И человек уже либо свободно делает этот выбор и становится счастливым здесь и сейчас в ожидании вечного счастья, либо он останавливается на полумерах. Можно сказать, христианин живет по принципу «бери от жизни все», только не тот, который в рекламном слогане, что «от жизни временной, но и от жизни вечной». Однако следует сказать и о другой крайности, которая как раз может касаться тех людей, которые с усердием относятся к правилам поста, которые давно в церкви, и они скажут, «батюшка, а вот мы вроде все делаем, как вы сказали, постимся, не пропадаем после Пасхи». Все равно какой-то радости нет, наоборот, во время поста и сил нет. Действительно, люди берут и не получают радость от поста, причем это не сразу вступает, а наоборот, человек в 90-е годы начал поститься, и вот он уже постится 15-20 лет, и это пост становится тяжестью, молитва становится тяжестью, служба не приносит какой-то радости. И тут мы как раз сталкиваемся с той ситуацией, которую встретил Христос, когда пришел в мир, потому что к его моменту с законов Моисеевых прошло больше тысячи лет, выработались разнообразные правила, разнообразные практики, в том числе постные практики, молитвенные практики, практики жертвоприношений, которые люди исполняли, старались максимально их точно исполнить, состязались с тем, кто более точно это исполнил. Это им радости не приносили, а Господь приходит и им приносит, наоборот, Евангелие, то есть радостную весть. Поэтому прежде всего нужно посмотреть, а получается ли у меня на фоне ограничений всех этих пищевых, учитывая, что там где-то в 90-х годах у меня был возраст средний и сил было много, а сейчас уже в начале, вот уже когда 21-й год у нас наступил, уже просто в силу возраста и в силу здоровья у меня сил не так много, получается ли мне положить вот это аскетическое основание поста в основу своего общения со Христом. Возможно, нужно что-то менять, что-то менять, в том числе поститься меньше. Надо понимать, что тут можно сказать, ой, батюшка, как же, вот есть такие там строгие правила, вот прописано, покупаешь церковный календарь, а тебе там написано в один день сухой день, и значит, я в этот день буду без масла поститься, в другой день так-то, в третий день так-то. Но надо понимать, что все указания, какие есть в церкви строгие, это указания монашеские. Мирянского устава, поста, его нету в принципе. Такой не составляли, и просто не было такой задачи, потому что всегда человек в своей христианской общине как-то руководствовался уже традициями этой общины, руководствовался мнением священника, который знал силы конкретного человека. И монашеский устав был лишь некоторым ориентиром. Более того, даже его, иногда превратно поминают, потому что если мы посмотрим на условное сухоедение, которое мы можем увидеть в церковном календаре, и люди воспринимают, ой, в этот день я не буду добавлять подсолнечное масло в пищу. Но минуточку, сухоедение, оно совсем на другом. Это значит, что монах берет обычно хоть кто-то из братьев, занимается приготовлением пищи. По сути, у него весь день вместо молитвы, богослужения уходит на то, чтобы на всю братью, там сотню человек эту пищу приготовить. Нет, а эти дни, это дни общей молитвы, что человек не тратит время на приготовление пищи, а наоборот, посвящает время чтению Священного Писания, посвящать чтению молитвы. Точно так же и здесь можно посмотреть, может, уже у меня настолько натренировалось уже и рацион, и набор рецептов, что начинается пост, и я трачу в два раза больше времени, чтобы обойти магазины и выбрать те или иные пищевые товары. Я трачу время и силы для того, чтобы что-то приготовить из постных продуктов, куда больше, и в итоге, ну, о каком сухоедении может и речь идти, даже если ты там масла не используешь, когда вместо того, чтобы есть пищу, которую готовить не надо и больше времени молитве посвятить, ты берешь и, наоборот, закапываешься в суету. Тогда тут следует действительно остановиться, тогда тут следует, правда, если как-то уже неуютно, неудобно подойти к батюшке и сказать, батюшка, уже 15 лет назад я с вами обсуждала, что вот, или там уже с покойным батюшком предыдущим, что вот буду поститься так, сейчас уже сил и здоровья нету. Можно, я буду поститься послаблениями, священник, конечно, скажет, да, конечно, поститесь, что у вас сколько хватает сил. Причем, это не обязательно, что вот у нас мы там пост мясной и молочный. Может быть, для кого-то пост и без молока, а нужно железо, например, всем нашим дорогим беременным женщинам. И поэтому ты берешь и ешь не какой-то полуфабрикат, который наполнен консервантами, а наоборот, с утра до вечера вот этот говяжий бульон, и наоборот, ты его уже видеть не можешь, но для тебя он остается таким постной установкой. Причем, тут речь не только ой, что кто-то именно серьезно болеет, а я вот не болею, поэтому я не имею права на послабление. Нет, каждый человек должен понимать, вот мы говорили в самом начале, что пост пищевой, он становится такой пирамидой оснований, что ты взял, ограничил себя в пище, и благодаря этому у тебя появились силы души на молитву, на размышления над священным писанием, и, напомню, очень важное, на добрые дела. Потому что если ты наоборот, ой, я сейчас пащусь, и я теперь не могу навестить там свою какую-нибудь там тетю одинокую, пожилую, не могу ей там прийти там окна помыть, еду какую-то приготовить, вот я так-то с детьми бы, со своими бы, с маленькими погулял, нет, у меня какая-то дополнительная служба, то значит, ты постишься неправильно, значит, у тебя уже все твои строительные материалы, которые ты в башню спасения должен, из нее был возвести, такая, которая тебя на небеса приведет, ты их потратил на гигантский фундамент. То есть, конечно, он очень большой, он очень основательный, но все, ни сил, ни материалов, чтобы дальше что-то строить у тебя нет. Господь говорит, древо познается по плодам. Если плодов поста нет, значит, надо, увы, учитывая наши ограниченные ресурсы, их изымать, как раз из пищевых ограничений. Делать это достаточно смело. Не надо ждать до последнего вот момента, что когда уже человек решает, нет, все, церковь меня замучила, я из церкви ухожу, потому что меня кто-то заставлял вот поститься, зачем меня мучили. Никто не заставлял. Сам себя заставляешь. Берешь и ограничиваешь уже свои пищевые ограничения, то есть, наоборот, пост делай слабее и тратишь эти силы на то, чтобы спокойно помолиться, чтобы пойти кого-то навестить, чтобы кого-то поддержать, чтобы провести время с близкими. Кроме того, очень часто у нас вне поста уходят силы на какую-то суету и пустоту и не хватает времени на то, чтобы посвятить пусть вещам даже не очень духовным, потому что, ну, душа наша слабая, все время на духовном ей сложно сосредоточиться. Вполне во время поста следует уделить внимание и душевному уровню. То есть, ты, если выбираешься и идешь в концерт, в консерваторию, в филармонию, если ты идешь на выставку искусства или просто на постоянную экспозицию в тот или иной музей, это занятие настоящее великопостное. Конечно, может сказать, ой, отцы пустынники, они пребывали в столпах в непрестанной молитве, прославляли Господа, ходили в лосиницы, а как же я во время поста буду концерт музыкальный слушать? Не, ну, просто, если бы ты, конечно, был как отец пустынника, стоял на столпе и тоже в лосинице постоянно бы славил Бога, то это хорошо, но учитывая, что для пустынника это будет шаг назад, а для обычного среднестатистического гражданина 21 века это будет большим шагом вперед, что действительно ты оставляешь суету, оставляешь просто сидение в смартфоне, в интернете и посвящаешь вещам чуть более сложным, которые пусть и дух, верхнюю часть души, а вот душу, как ее некоторое страстное начало, да, пусть и как-то ее развлекают, но тем не менее развлекают в те храмы, которые служат уже опоры, опоры, то есть тут мы, можно сказать, возводим следующий этаж, помимо такого телесного этажа, фундамента из наших пищевых ограничений, мы получаем и некоторые душевные, душевные тоже фундаменты, опять же, этот душевный фундамент можно направить на общение с близкими людьми, в том числе общение живое, ты вне поста как-то, ой, все вне этого, не до этого, а даже если с кем-то встречаешь, это просто, ну, просто взял и как-то что-то выпил и не общение такое получается, а абсолютно праздное времяпрепровождение, нет, следует задуматься, вот с кем я, действительно, как-то вот у меня душа сокрушается, иногда созвонишь и говоришь, ой, хорошо бы повидаться, вот сделай это великим постом, и будет для тебя настоящая радость, да, это усилие, царствие небесное нудится, как по церковно-славянски звучит, то есть усилие воспринимается, и вот это усилие для того, чтобы пообщаться с кем-то из своих ближних, с кем долго не общался, это тоже задача великопостная, во время поста мы приближаемся к Богу, однако образ Божий, он в каждом ближнем вокруг нас, понятно, некоторые можно совсем радикальные шаги делать, что тоже идешь и заботишься о бездомных, о нуждающихся волонтеров в больницу, это тоже хорошо, это тоже правильно, и это тоже можно делать, кстати, безотносительно постного времени, но даже если себе задачу упростить, если ты взял и во время постного времени не занырнул в какое-то глубокое уныние, а ты наоборот взял и разгрузившись от груза какой-то забот и суеты вещей вторичных, посвятил это время, правда, не только Богу на своем друзьям, Господь не обидится, потому что Господь, он не ревнует, Господь знает, что мы не можем в слабости своего сердца целиком на нем сосредоточиться, потому что если мы посмотрим, даже в монашестве целиком сосредоточиться на молитве, призван только свеликий схимник, то есть любой монах, он помимо молитвы обязательно получает какое-то послушание трудовое, потому что церковь признает, и монашеские братья признает, и духовник обители признает, что не может монах даже вот много лет проживший монастыре целиком на молитве сосредоточиться. Что уж говорить о нас, простых людях, живущих в обычном городе. Отец Стахи, к сожалению, наше время подходит к концу, я думаю, что говорить об этом можно было еще достаточно долго, но тем не менее, во-первых, спасибо вам за этот разговор, а во-вторых, я бы предложил сосредоточиться на главной мысли, которая, мне кажется, была гвинтэссенцией того, что вы сказали, все-таки пищевой пост это фон для борьбы со своими собственными недостатками, грехами и страстями, и для того, чтобы делать добрые дела для других людей, потому что мы очень любим говорить про эти добрые дела, а вот на практике делать их не особенно получается, главное, не есть друг друга, как говорится. У нас в гостях был отец Стахи Калатвин, настоятель храма, воздвижник Креста Господня в Митине, всем большое спасибо и до новых встреч. Традиции